Привет! Начнем с главного. YouTube разрешил монетизировать часть контента для взрослых. Речь идет об обновлении правил монетизации для авторов, снимающих обзоры протезов искусственного пениса и искусственной груди. Теперь допускается монетизировать груди и пенисы. Вы вообще понимаете, что творите? Допускается поднесение упаковки к камере или использование указанных девайсов с нижним бельем. Для монетизации видео такого плана необходимо направить запросы вручную или обращаться в техподдержку. Здравствуйте, уважаемая техподдержка. Я бы хотел монетизировать искусственные пенисы и груди. Дайте, пожалуйста, разрешение моему каналу. Ваша агрессия не ускорит процесс соединения ни на секунду. Контент, изображающий наготу, по-прежнему не может быть монетизирован. Цельного введения, поддержка транс- и небинарных авторов. Такое интересное новшество касательно монетизации контента, отображающего наготу. А вы видели ролики по теме Naked Yoga или обнаженная йога? Кто не видел и готов к этому, посмотрите, вы сильно удивитесь. Блин, ребята, Gender Identity Devices, что это такое? Думали ли вы? Это искусственная грудь. Это просто невероятно. Официальный термин от YouTube, который теперь указан в правилах. Advertising Friendly Guidelines. Gender Identity Devices, то есть гайды по контенту дружественному для рекламы. Теперь можно будет втыкать в экран и получать от этого монетизацию, а не только удовольствие. Очень эротично. Теперь к другим, менее важным новостям. Очень много новшеств, связанных с обновлением YouTube и шорты идут просто напролом на YouTube. YouTube все делает, чтобы максимизировать распространение шортов, чтобы авторов заинтересовать и зрителей тоже. Но прежде про общие новости, связанные с интерфейсом. Карточка, отражающая эффективность видео, теперь доступна всем авторам. YouTube предоставил возможность всем авторам следить за тем, какие ролики позволили расширить их аудиторию. Видео отображаются в порядке убывания в зависимости от того, сколько новых зрителей вернулось на канал после просмотра ролика. Вот так это выглядит и, на мой взгляд, очень полезная информация. YouTube также экспериментирует с фильтрами неуместных комментариев. Напомню, ранее можно было просто настроить отправку комментариев на модерацию, на проверку. И есть отдельный пункт, комментарии, которые были отфильтрованы. Если вы в них зайдете, вы познаете всю боль и всю жестокость комментаторов, которые туда попадают. Поэтому YouTube благоразумно эту вкладочку убрал с наиболее таких заметных позиций. И только подготовленные авторы могут туда попасть. Теперь новый фильтр. YouTube проводит эксперимент по введению новой функции в рамках работы фильтра потенциально неуместных комментариев. У ограниченного числа каналов появилась возможность подключить функцию повышенной строгости. Это позволит улучшить контроль за комментариями. Здесь будут фильтроваться все резкие неуместные высказывания, личные оскорбления и другие подобные вещи, которые могут нанести вред или даже психотравму. YouTube запускает новую карточку Shorts в YouTube Analytics. И теперь в Short Analytics добавлена карточка, которая отражает количество ремиксов, опубликованных с использованием роликов данного автора. И количество просмотров этих ремиксов. Нововведение позволит авторам понять, как контент на их канале используется другими авторами. Вы наверняка видели, что можно из видеоролика, если это не запретил автор, сделать ремикс, сделать короткий сюжет. Так вот, теперь подробная статистика по тем сюжетам, которые из ваших роликов делали другие авторы, станет доступна на вашем канале в Short Analytics. Еще одна новость, связанная с шортами. Авторы Shorts получили возможность выбрать аудио из существующих видео. То бишь, можно выбрать до 15 секунд аудио из роликов для создания собственного короткого видео. И, собственно, об этом будут получать уведомления владельцы роликов, из которых взяли аудио. Новое уведомление для авторов Shorts. В частности, YouTube будет высылать уведомления авторам коротких видео при появлении ссылки на фрагмент аудио из их видео. То есть, если кто-то из вашего ролика берет аудио и делает из него короткий ролик, то вы об этом будете уведомлены. Авторы будут получать максимум одно уведомление в день и до трех уведомлений в неделю. Переход по уведомлениям позволяет посмотреть созданный короткий ролик. Также появится возможность посмотреть все Shorts, которые созданы с использованием аудио данного автора. На Android обновили функцию выравнивания последнего кадра в Shorts. Добавлена такая функция. Ранее последний кадр в коротком видео отображался в виде силуэта. Функция уже была давно доступна на iOS. И, в общем-то, iOS всегда в приоритете у многих разработчиков. Вот так жизнь несправедлива. В приложении YouTube на каналах появилась сетка Shorts. Видите, сколько новостей связанных с Shorts? Так вот, в приложении на каналах теперь есть полноценная сетка из коротких видео. И выглядит это достаточно симпатично. Цельного введения – это упрощение поиска Shorts от понравившихся авторов. Форму отображения сетки можно менять в творческой студии YouTube. Добавлено еще 70 стран, откуда авторы Shorts могут получать бонусы из фонда коротких видео. В том числе Пакистан, Ирландия, Перу и много других локаций. Теперь уже практически все страны охвачены действием данного фонда. Напомню, размер фонда 100 миллионов долларов. И бонусы начисляются за самые популярные Shorts. Обычно деньги небольшие. За 10 миллионов просмотров Shorts в среднем где-то долларов по 100 можно отхватить. Иногда чуть больше. Но, в общем, это не как от монетизации. Стоит ли оно того решать вам? Shorts пока что все еще позволяют расширять аудиторию, привлекать новых зрителей. Но есть опасность, что если на вашем канале уже сформированная постоянная аудитория, которая смотрит основной контент, то Shorts может сделать часть аудитории неактивной. И это может создать дальнейшие проблемы с развитием вашего канала. Google проводит бета-тестирование нового инструмента для продажи контента. Бета-тест инструмента OIA для жителей США. Это инструмент, который позволяет авторам продавать товары и услуги своей аудитории. Инструмент дает возможность авторам связать представленные товары и услуги с товарами на YouTube. Партнеры YouTube смогут размещать продукты OIA под роликами, размещая на платформе дополнительную рекламу. Ну и, в общем, таргетированная реклама. Об этом YouTube уже говорил давно. Что, например, видеоролик про какой-нибудь кофе Starbucks. И вам тут же можно будет купить этот самый кофе с какого-нибудь маркетплейса. Идея не новая, но сейчас нейросети доросли до того, чтобы выводить эту идею в массы. YouTube продолжает блокировать видео Ghost Gun. Американский новостной телевизионный канал NBC News направил в адрес Google ссылки на 6 роликов о призрачном оружии с общим количеством просмотров более миллиона. И речь идет о чем? Призрачное оружие – это, по сути, комплект деталей, которые позволяют собирать огнестрельное оружие. При этом в комплекте нет одной детали, а оружие не имеет серийного номера. Канал попросил прокомментировать, как компания Google, YouTube соблюдает политику в отношении видео, демонстрирующего сборку оружия. YouTube удалил полученные видеоролики в течение нескольких часов и сообщил, что пользователи должны соблюдать правила, запрещающие размещение роликов, в которых показано, как делать огнестрельное оружие. И, в общем-то, правила YouTube в отношении оружия постоянно подвергаются ужесточению. Так, несколько лет назад видеоролики с разборкой, сборкой, демонстрацией оружия, обзорами демонетизировались. Потом YouTube сделал небольшой откат назад, но все равно политика оставалась жесткой. Потом запрещали контент с кадрами охоты и убийства реальных животных. Но при этом игровое оружие, игровое насилие разрешены практически в полной мере и не имеют никаких ограничений. Вот такая политика в некоторой степени двойных стандартов. Роскомнадзор снова грозит блокировкой YouTube. 16 декабря на канале Russia Today сообщили, что YouTube удалил новый канал на видеохостинге RT Aufsending, как оно там читается, ну, немцы знают, где транслировался прямой эфир немецкоязычного канала Russia Today DE. И Роскомнадзор требует восстановить доступ к этому каналу. Подчеркнули, что в случае неисполнения владельцам ресурса предупреждения Роскомнадзора, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность. Ну, как обычно, политика понятная. Примерно так же действовали, когда шли споры по делу о телеканале «Царьград», который, кстати говоря, разблокировали на YouTube. Google проиграл в суде апелляционные инстанции по делу о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube. Компания обязана была восстановить доступ, и, кроме того, если бы доступ не восстановили, то на компанию наложили бы санкции в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в день. Эта сумма ежедневно бы увеличивалась, как в задачке про удвоение зернышек на каждой новой клетке шахматной доски. Кто знает, тот понимает, о каких суммах может идти в итоге речь. Так вот, за неисполнение решения суда неустойка штраф может составлять более миллиарда рублей, если пойти таким путем. Отменен приговор Эдварду Биллу, как слишком мягкий. Второй касационный суд отменил приговор Эдварду Биллу по делу о ДТП на Садовом кольце и направил материалы на новое рассмотрение. В суде признали вину Эдварда Билла за ДТП в центре Москвы и дали ему ограничение свободы на два года, а также лишили его водительских прав на три года. Но прокуратура обжаловала это решение, потому что оно кажется чрезмерно мягким, и теперь дело направили на новое рассмотрение. Minecraft стала первой игрой, ролики которой на YouTube собрали в общей сложности более триллиона просмотров. 15 декабря YouTube выпустил ролик, в котором поздравил сообщество игры с достижением, а также запустил специальный раздел на сайте, посвященный данному рекорду. YouTube представил на странице инфографику со статистикой просмотров видео по Minecraft с 2010 года. Согласно ей, наибольшей популярностью у зрителей пользуются анимационные ролики по игре. Всего на роликах по Minecraft специализируется более 35 тысяч каналов из 150 стран. И посмотрите на то, как, в общем-то, растут эти самые просмотры. На мой взгляд, довольно показательно. Вконтакте обновил настройку доступа к видеоконтенту и представил администраторам сообществ возможность настраивать доступ к видеороликам. Сейчас администраторы могут предоставить доступ к эксклюзивному контенту только подписчикам или только по ссылке. Ролики, доступные по ссылке, не видны в списке видеосообщества. Цельного введения – это организация творческого пространства авторов и определение круга единомышленников. Ну, кому это интересно, про Вконтакте. Такие новости на сегодня, дорогие друзья. Если вы еще не успели заказать контент-стратегию вашего YouTube-канала, у вас еще есть время для того, чтобы не терять деньги от монетизации, не терять просмотры и приближаться к цели развития вашего YouTube-канала. Может быть, хватит уже делать те же самые действия, которые не ведут к результату и стопорят развитие вашего канала. Если надумали и хотите изменить ситуацию так, чтобы через три месяца вы увидели кратный прирост просмотров и доходов на ваших видеороликах, заказать контент-стратегию можно по ссылочке в описании к этому видео. А в пятницу вас ждет видеоролик о том, как кардинально можно за несколько простых действий изменить ситуацию на вашем канале уже сейчас. Но только если делать. А если посмотреть и забить, ничего не изменится. Что ж, спасибо, что вы делитесь новостями. Вы всегда можете прислать новости мне где-нибудь ВКонтакте на почту, либо поделиться ими в комментариях. А то, что произошло к данному моменту, давайте обсудим в комментах. Лайк кому понравилось. С вами Коно Дэн. Говорим про YouTube. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok